Держа маму за юбку на кухне, мы узнаем о еде больше, чем ото всех мишленовских шеф-поваров вместе взятых, аноним. За последние несколько лет я много путешествовал по Южной Африке, и везде главную роль в ежедневном приготовлении пищи и ритуалах играли женщины. Мужчины охотились и приносили добычу, но это именно матери, сестры, тети и бабушки подняли нас из темных веков к кулинарии. Я часто думаю, каким бы был наш мир без их коллективного кулинарного гения. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской Республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Это ресторатор Синди Мюллер и ее главный шеф-повар Мпуми. Наряду с 15 и другими женщинами они царствуют в ресторане «Голд» на 200 мест в центре Кейптауна. Он существует в этом районе более четырех лет. А в Кейптауне любой ресторан, обслуживающий привередливых клиентов, больше сезона обязательно имеет секретный рецепт. Сегодня мой первый день у них на кухне. Кажется, я узнаю больше, чем ожидал. К счастью, мой помощник мужчина, он со всем справится. Да, мы сегодня у нас в гостях Джастин. Джастин – повар. Синди Мюллер, ресторатор. Он хорошо готовит, но не знает наших блюд. Мы научим его их готовить. Джастин может делать все. Он говорит, что быстро учится. Устроим ему тест. Сегодня большой день. Надо многое сделать. Сначала мы подготовим новое меню. Затем нас ждет фуршет на 90 человек. Они соберутся в 5 вечера. Это раннее начало. Мпуми, что ты будешь делать с Джастином? Думаю, для начала нам придется запачкать руки. Я постараюсь, чтобы сегодня ты все делал вручную. Для начала приготовим дакху из разных семян. Я покажу все сначала до конца. А еще будут роти. Ради них придется запачкать руки. В основном там мука и масло. Последнее блюдо – кускус. Кускус также интересен. Тебе придется иметь дело с растительным маслом и овощным бульоном. Я готов. Джастин, между нами. Сегодня мы с тобой снимем свои кольца. Присвидетели. Завтра они не смогут сказать, что мы делали это углом. Сегодня мы оставим кольца в кармане. Чтобы быть белым на кухне, надень белый фартук. Вот так. Томатный парень. Хорошо. Итак, приступим. У этой кухни есть одна особенность. Здесь руководят и работают женщины. В Африке традиционно женщины готовят мужчины и едят. Мне здесь будет интересно. Я научусь у женщин готовить африканские блюда. Не могу ждать. Вот идет мой начальник. Печенье роти. Мне надо, чтобы масло для роти было очень мягким. Именно оно дает роти вкус. А еще оно помогает разделить разные слои. Точно, точно. Хочешь, я этим займусь? Сегодня я твой ассистент? Хорошо. И завтра, и послезавтра. Не бойся. Мы позаботимся друг о друге. Спасибо. Положим это масло сюда. Спасибо. Вот наша мука. Тебе придется запачкать руки. Да. Ты их уже вымыл? Что-то я этого не видела. Ну, хорошо. Теперь можно положить сюда соль. Перемешиваем соль с мукой. Они должны быть хорошо перемешаны. Я знаю, нам не обойтись без женщин. Мы учимся готовить у родителей и их родителей. Все это у нас в голове. Интуиция, ощущение. Сейчас ты будешь это мешать, мешать, мешать. У нас должны получиться крошки. Хлебные крошки, а не эти хлопья. Вот что нам нужно. Так. Да, я напоследок проверю. Это моя территория. В конце я должна проверить, хорошо ли перемешано. Да-да. Думаю, я пока что отпущу его с крючка. Хорошо. Пуми, мне приходилось бывать на разных кухнях, но нигде не было так тихо. Похоже, здесь все знают, что им делать. Сегодня они лучше себя ведут. А теперь надо сделать по центру углубления. Наливаем воду. Ее надо добавлять понемногу. Я не хочу, чтобы в итоге получилось очень липкое тесто. В то же время оно не должно быть плотным. А то я тебя им стукну, и ты окажешься в больнице. Так, значит, начинаем с краев. Да, начинаем с краев. Не бойся, сегодня я тебя не убью. Обычно я даю большое количество. Но когда я посмотрела на тебя, мне подумалось, не надо причинять ему вред. Хорошо. Как я сказала, в первый раз я буду проверять, трогать тесто. Отличная текстура, прекрасно. Это все экспертиза? У тебя получилось отличное тесто. Я принесу скалку, и ты его раскатаешь. Я закончил раскатывать. Мне пришлось попотеть. Хорошо. Вот что с этим надо сделать. Их не надо расплавлять. Соедини в один кусок, сделай хороший ровный шар и сразу накрой. Так с обоими. Скоро увидимся. Хорошо. Так пресловутый ребенок играет со своей едой. Это даже не мяч для регби. Не знаю, что это. Либо ты делаешь так, как надо, либо уступаешь мне место. Дам, Пуми. Ладно. Это хорошо. С этим разобрался, нет проблем. Попробуй вот с этим. А сейчас мы закончим со специями для дукхи. Думаю, каждой кухне нужен старшина. Большое спасибо. Специи дукха, южноафриканские специи семена, кориандра, фенхеля, кунжуты и соль. Да, а это листья мяты. Вот здесь у нас нут. Мы пожарим его по-африкански. Разомни. Ладно. У тебя на это уйдет минут пять или около того. У меня минута. Это нехорошо. Я получу бесценный опыт. Делаем, придаем форму или отдаем. Это нужно подрумянить? Да, так будет значительно вкуснее. Знаешь, она королева дукхи, поэтому она здесь. Она смотрит, что буду ставериться. Женщина позади меня, королева дукхи. Она только делает. Пробует. Соль, смесь трав. Слишком мелко? Да. Надо крупнее. Они должны быть крупнее. Видишь, я же говорила, она королева дукхи. Она хочет удостовериться в том, что мы ничего не испортим. Этот большой таз для кускуса. Это овощной бульон. Клади двенадцать ложек. Пока я за тобой смотрю, отмеряй точнее. Я заметила, сначала ты насыпаешь совком. Используем оливковое масло. Хорошо. Тщательно перемешай. Овощной бульон и оливковое масло должны впитаться. Обычно для меня кускус скучен. Но я не стану делать обычно. Сейчас мы добавим прямо все эти приправы. Погоди, пока не попробуешь. Это дукха, секретная приправа. Я пытаюсь оценить, сколько узнал за один день. Мы делали роти и... Дукху. Сейчас только двенадцать часов. Понюхай. Как сказать «изумительно» на косо? Удивительно. Я такая умная, что даже забыла слова косо. Это не два слова. Ты не устал? Сегодня придется поднажать. Поднажмем. Он сказал, сегодня я могу на него нажать. Пусть сам поднажмет. Но сначала дадим ему много лука. Пусть он его нарежет. Если ты справишься с луком, значит справишься со всем. А сейчас займемся рыбными фрикадельками. Здесь лимонный сок, сырые яйца, черный перец, нарезанная кинза и картофельное пюре. Мне понадобится твоя мужская сила. Это надо перемешать. Вы знаете, я учусь любить вас и ненавидеть одновременно. Когда мне кажется, что я закончил, когда мне кажется, что мои руки и спина сейчас отдохнут, вы добавляете яиц. Кинза, знаешь, что, Джастин, неудивительно, что ты устал. Это что-то вроде бодибилдинга. Не обязательно прилагать много усилий. Работай любовно. Будешь так работать, устанешь. Так ты не выдержишь. Меня тут тестируют. Я буду здесь до 11 вечера. Меня официально обещали испытать. Ладно. Неплохо. Конечно. Неплохо. Посмотри вон туда. Она до сих пор разламывает рыбу. Это занимает много времени. Снук относится к семейству барракут. В ЮАР и в особенности в Кейптауне, западном Кейптауне, эта недорогая рыба входит в повседневный рацион. Я думал, мы заканчиваем, а мне дают новое. Последнее. Я ударяю. Я не хочу еще. Духа готова. Кускус-кус тоже готов. Сегодня я тебе очень благодарна. Что-то уже готово. Что дальше? Это смесь, как для фиткук. Она отличается от роти, так как роти мы делаем без сахара. Здесь сахар есть. Мы приготовим особый хлеб. Не могу передать, что я чувствую от того, что надо вновь вымешивать тесто. Я пытаюсь сделать так, чтобы у него в руках не было теста. Я сказала, что завтра так работать не смогу. Или может все отменить? Сначала разотри. Тогда оно отстанет. Это не должно утомлять, иначе не справишься. Я понимаю, ты мужчина. Пуми руководит кухней. Вот так. Мне кажется, сегодня я даже не присел. Мы едва закончили с подготовкой, как пришло время фуршета. Как будто выкладываем на сковородку и ставим на газ. Я действительно учусь делать такие вещи. Как сервировать, как сделать все красивым. Стиль Голд уникален. Их внимание к деталям и презентация поразительны. Еда не только вкусна, но и красива. Спасибо. Я хочу увидеть тебя завтра. Но мой малыш должен отдохнуть. Я буду в 9 утра. В 9? Я приду к 10. Обычно в это время я сплю. Я избалована. Но так или иначе, завтра увидимся. Спасибо, мама. С первой частью фуршета мы почти закончили. 90 человек довольны, улыбаются и так далее. Сейчас начнется вторая часть вечеринки. 90 человек сядут за стол ради африканских блюд. Вот так. Осталось 5 часов. Это все равно, что 20, если учесть, как у меня устали ноги. Моя спина болит. Окончание кажется недостижимой целью. Мы закончили с приготовлением. Основные блюда уже вынесли. Я помогаю с подачей. То есть я передаю блюда официантам. Это новое меню. Не обходится без путаницы. Осуществим его план. Милый, я даже не знал о его существовании. Ладно, воспользуемся его планом. Прости. Милый, я не знал, что тут есть система. Чувствую себя идиотом. Над чем это ты смеешься? Кажется, тут все знают свое место и дело. Кроме меня. Все, как было в Маджика Рома. Первый день тебя убивает, на второй находишь свою нишу. Люблю свою работу. Это 15-16-часовой рабочий день. Кажется, ты еще один старшина. Давай, давай. Вечер близится к завершению. Мы на десерте. Фиксированное меню – это непросто. Приходится спешить. Люди приходят, им выносят горячую, очень вкусную еду. Я счастлив, как свинья. Все просто. Это был отличный день. И я очень устал. Утром мы начали в 9 часов. Сейчас почти 11 вечера. Что будет завтра, опять станет ясно лишь в 9 часов утра. Сейчас уходят последние гости. Десерты закончились. На кухне начали прибираться. Я измотан и направляюсь домой. Длинный день. Приготовлено в Африке. День второй. Голд. Итак, мистер Джастин, сегодня мы вновь поставим тебя на кухню. Мы готовим полное меню сначала и до конца. Надеюсь, будет так же весело. Доброе утро, дамы. Где прячется Мпуми? Ладно, сейчас я все расскажу. Сначала сконцентрируемся на закусках. Закуска – это король еды. Мы это пожарим, а после этого покажем, как это сервируется. Чаще всего люди этого не умеют. Мне нравится то, что все так просто. Моя величайшая проблема в том, что я никогда не умел презентовать. Я только готовлю. Как только готово, можно есть. Я не думаю о том, что люди едят глазами. Я думаю о вкусе. У вас прекрасно сочетается и то, и другое. Люблю, когда красиво. Я женщина. Блюдо должно быть красивым. Тогда захочется попробовать. Удивительно, насколько отличается кухня, которая... Я хотел сказать, где работают только женщины. Здесь только женщины. Энергетика совсем иная. Они поют. Могу предположить, что в какой-то момент возникают ссоры, но я такого не видел. Элис, накрой стол. Принеси малыша, он не плачет. Накрой стол на восьмерых. Полчаса назад я сказала – белые тарелки. Ты должна принести мне. Мне нужны именно такие тарелки. Нет, я принесла эти, потому что ты просила принести именно их. Какие еще тарелки ты можешь использовать? Думаю, я это перефразирую. Работать с женщинами интересно. В то же самое время, если день неудачный, ты можешь наесться лезвий. Ты со мной играешь? Сейчас мы сделаем бубер. Это наш десерт. В первую очередь мы пожарим вермишель. Элис – королева этого десерта. Она тебе все покажет. Сколько на кухне королев? Королева Бабути, королева Тевтелей. Королева Дукхи, королева Бубера. Все королевы? Королевы из королев. Кладем все, что есть, разделив на две части. Насколько знаю, это характерный для Кейптауна малайский десерт. Да, это горячий, успокаивающий молочный пудинг. Напоминает рисовый пудинг из детства. Рисовый? Можно взять рис. Саго, молоко, изюм, сахар, ваниль, вермишель. Она была обжарена в сливочном масле. Корица, мускатный орех, кардамон. Это все. Да, это красиво. Спасибо. Красиво. Кажется, после вчерашнего я наконец обрел почву под ногами. В особенности после того, как испортил подачу. К счастью, сегодня Синди решила дать мне отдохнуть. Я выйду только в дневную смену. День третий. Голд. Что у нас сегодня ждет? Бурный вечер. Сегодня вечером в ресторане будет 157 гостей. Думаю, мы сделаем конвейер. Ты видел, как это происходит? Я поставлю тебя туда. Я буду рядом, и Шерон тоже. Если ты готов, я могу поставить тебя на сервировку. Посмотрим, как ты справишься. На данный момент я узнал одну важную вещь. Когда ты готовишь для других, самое главное – подготовка. Если только вы не собираетесь вокруг барбекю. Все сводится к подготовке. Все должно быть выверено от и до. Вы должны быть уверены в том, что когда появятся гости, у вас все будет готово. Самое страшное произошло, когда Синди разрешила мне заняться сервировкой. Я надеюсь оправдать ее доверие. Я должен справиться. В противном случае надо мной будут смеяться 15 женщин и ребенок. Система такова. Столько-то наименований, столько-то тарелок, продукты, тарелки. Да, шесть раз по восемь. Пять. По восемь. По восемь. Да, здесь восемь тарелок, потом всех будет по пять. Я должен собраться. Все должно быть на своем месте. Как вам работаете в женском коллективе? Это непросто. Да? Это непросто. Это очень непросто. Сложно. Сказал «А», говори «Б». Сейчас у нас затишье перед бурей. Внимательно. Пять, шесть, семь. Бум. Готовим ежики. Этого хватит. Мы готовы, мэм. Готово. Не надо сильно спешить. Джастин, не надо слишком спешить. У меня не осталось места. Подавайте на пятерых. Я подойду через три минуты за копченой рыбой. Что тут происходит? Что тут происходит? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Стоп. Четырнадцать по четыре. Помогите мне. Кто-нибудь. Ну же. Все эти закуски несем на большой стол. Мадемуазель, вы довольны? Я в ужасной спешке. Итак, главное блюдо. Двадцать восемь. Сюда еще одно. Прости, я виноват. Теперь их опять двадцать восемь. Но мы готовы. Всегда готовы. Да. Сервируем последнее блюдо. Думаю, вы чувствуете, что вечер почти окончен. Поэтому все возбуждены. Я займусь десертами. Как обслуживание? Думаю, я нашел свою нишу. Самым страшным для меня было, когда вы посмеивались. Это было… Я не привык танцевать на публике, выступать с речью. Это было самым пугающим в моей работе. Мне хотелось бы выразить свою признательность. Я буду для вас готовить. Мне будет приятно. Мне будет приятно. Риккетти Бридж, да? Это завтра. Мое пребывание в Голд закончилось. Мне кажется, я справился. Думаю, я стал лучше. Это лишь начало моего кулинарного путешествия. Но я учусь постоянно. Я начинаю чувствовать уверенность, что справлюсь и с чем-то более сложным. Завтра я буду готовить для Мпуми и Синди в ресторане ее партнера, Риккетти Бридж, Франч Хук. А сейчас я собираюсь, снимаю фартук и отправляюсь спать. Приготовлено в Африке. День четвертый. Франч Хук. Это моя любимая часть. Конечно, мне нравится готовить на профессиональной кухне, но ничуть не меньше я люблю готовить на природе. Отправиться в Риккетти Бридж и там готовить для Синди и Мпуми для меня самая приятная часть дня. Я приготовлю простое блюдо в стиле Джастина Банелла. Я называю его путупай. Путу – это каша, которая готовится из маиса или кукурузы. Итак, выложим ее в форму для маффинов. Выпечем небольшие корзиночки. Печем в духовке, чтобы стали твердыми и хрустящими. Затем я приготовлю лангустов в Марсале. Мы выложим их в корзиночки. А еще там будет пюре из мадумбиса. Это традиционный картофель из Африки. Положим его сверху, запечем в духовке, а потом нальем себе бокальчик вина и расслабимся на лоне природы. О, мои прекрасные дамы, эти цветы получит та, что подарит мне самый красивый поцелуй. Это я. Я хотел вас всех поблагодарить за последние несколько дней. Мне понравилась каждая минута. Я вам кое-что приготовил. Спасибо, Десмонд. Ваше здоровье. Я даже не знаю, как обобщить опыт последних дней. Эти прекрасные женщины открыли для меня еду с новой стороны. И в каждом ресторане, куда я прихожу, у меня появляются друзья на всю жизнь. Мпуми – мой старшина на кухне. Сара, Элис – все просто замечательные. Думаю, как и в «Маджика Рома», и в «Тейбл Бэй», здесь меня всегда рады видеть. Это был несравненный опыт. Ведущий – Джастин Банелла. Фильм, переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова